Сегодня у нас на обзоре младшая модель из серии стереоскопических микроскопов Levenhuk. Levenhuk 1ST. Он намного меньше своих старших братьев 3ST и 5ST и имеет самую низкую цену. Давайте рассмотрим его подробнее. Поставляется микроскоп в красочной картонной коробке. Вес в упаковке меньше килограмма. Внутри пенопластовая форма ложемент, которая надежно защитит прибор при транспортировке. Открыв ее увидим сам микроскоп в собранном состоянии. В комплекте только пылезащитный чехол и инструкция по эксплуатации. Корпус микроскопа полностью пластиковый, белого цвета. Черные только ручки фокусировки, штанга станины и окуляры. На лицевой части имеется надпись Levenhuk. Основание микроскопа имеет весьма скромные размеры 140 на 100 миллиметров. Оборудовано белым односторонним предметным столиком диаметром 50 миллиметров. Двумя металлическими зажимами для фиксации изучаемого материала, а также кнопкой включения подсветки. В нижней части основания находятся четыре пластиковые ножки и отсек для элементов питания подсветки. Это две батарейки типа АА, к сожалению, в комплекте их нет. Настройка резкости изображения в микроскопе происходит путем вращения двухсторонней ручки фокусировки. Она приводит в движение бинокулярную насадку и меняет ее положение относительно изучаемого образца. Ход колеса фокусировки плавный, диапазон регулировки 35 миллиметров, рабочее расстояние 65 миллиметров. Это очень хороший показатель, благодаря которому в этот оптический прибор можно рассматривать довольно крупные образцы. Изображение строит два идентичных объектива, расположенных под небольшим углом друг к другу. Такое положение объективов формирует стереопару. Два неодинаковых изображения одного и того же объекта. Создается эффект объемного зрения. Объективы кратностью 2 установлены в пластиковой оправе. Оптика стеклянная, но без просветления. Освещается изучаемый материал сверху одним экономным светодиодом, к сожалению, без возможности регулировки яркости. Крепится осветительный модуль с помощью металлического кронштейна для отвода тепла. Окулярные тубусы не имеют наклона, что не очень удобно. Коррекции диоптрии не предусмотрено. Зато есть возможность регулировки межзрачкового расстояния поворотом призменных блоков в пределах от 55 до 75 мм. Окуляры кратностью 10 в пластиковом корпусе. Имеют стандартный посадочный размер 23,2 мм. Оптика стеклянная, но не просветленная. В комбинации с этими окулярами микроскоп имеет одно увеличение – 20 крат. Однако вы можете расширить диапазон увеличения микроскопа, докупив пару другой кратности. Посмотрим на микроскопчик в деле. Монета 10 копеек, перо волнистого попугая, денежная купюра, шариковая ручка, спичечная головка, рулетка и ракушка. Жаль, что фотографии не могут передать объемного стереоскопического изображения. Итак, подведем итог. Несмотря на небольшую цену и простоту конструкции, микроскоп Левенгук 1СТ показал достаточно хорошее качество картинки и его можно рекомендовать юным натуралистам, начинающим ботаникам и зоологам, коллекционерам и домашним умельцам. Для более серьезной деятельности стоит обратить внимание на старшие модели из линейки Левенгук 1СТ.